Стоите или сидите, вот просто я вам отвечаю, ляжьте, потому что вот такого шок-контента, я так думаю, никто из ютуберов еще не записывал. Вы ощущаете этот жгучий запах войны и жар раскаленных орудий. Это сервера нового бесплатного динамического шутера Exotanks распахнули свои двери для всех желающих. Обширная кастомизация танков, система прокачки прямо во время боя. Три класса, один из которых подойдет именно вам. Получай победу за счет своих скиллов, донат не равен победе. Присоединяйся к первым колонистам Марса и получай новогодние подарки и испытай свои силы в Exotanks. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн и будем вам взрывать достаточно интересную тему. Это интересные и самое главное глобальные покупки на моем без донат аккаунта. Ребята, такого шок-контента вы еще на своих глазах вообще никогда и нигде не видели, поэтому если вы сейчас стоите или сидите, вот просто я вам отвечаю, ляжьте. Потому что вот такого шок-контента, я так думаю, никто из ютуберов еще не записывал, а я возьму и запишу. Потому что, что? Правильно, я, ребят, забыл совершить главную покупку в этом году на моем аккаунте без доната. Да, можете меня поздравить, я немножко, как говорится, лошара. Поэтому как-то так, ребята, как-то так. Короче, что я забыл сделать? У нас вчера, как вы знаете, были скидки на устройства и я, естественно, про них забыл. Потому что, что? Правильно, раздавал всем кристаллики, подписчики, скидывал голдики. Я про себя, эх, взял, ребята, я забыл, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. Вот, вот все для вас, чисто и душу, и все. Все 100 голды у меня были, я вчера раздал победителям, это около 3 миллионов кристаллов, это жесть. Просто, ребята, это жесть, даже там больше получилось, чем 3 миллиона. Вот, где-то почти 4 ляма, 3,5, что-то в этом духе. Поэтому, ребята, просто, позязя, поставьте лайк. Кстати, да, ребят, не забывайте участвовать еще в конкурсе на целых 10 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и в комментариях указать свой игровой никнейм со словом участвую. Все, как только наберется косарик лайков, мы сразу, ребята, сделаем итоги данного конкурса. Короче, ребята, смотрите. У нас вчера были интересные, просто офигительные скидочки. Кстати, мы сейчас сегодня еще выполним вот это вот упражнение. Мне нужно, получается, использовать минку 21 раз в матчмейкинговых битвах. Откроем, естественно, бесполезный контейнер, который мне ничего не даст. Кстати, буду я участвовать еще в контроль точек. Возможно, его я тоже у нас выполню сегодня прям на видеоролик. Ну, как бы нужно это сделать. Вот, и еще одна такая тема. Я, ребята, я хоть вчера не успел сделать глобальную покупку, ребята. Сегодня я вот этот момент не пропущу. Я куплю аптеки. Да, ребята, я вот просто возьму и куплю себе на этот аккаунт аптечки. Это будет моя глобальная тотальная покупка. Потому что аптеки я, на самом деле, себе тоже хотел прикупить. Но я еще себе хотел купить устройство на рельсу. А, естественно, я его у нас не купил. Поэтому печалька, грузь, боль. Может даже себе, наверное, немножко побольше аптечек взять. Вот такое вот количество. В количестве тысячи штук мне, я так думаю, должно хватить. Ну, хотя бы так. Хотя бы так, пацаны, хотя бы так. Да, кстати, я все, ребята, пытаюсь у нас задропать себе в магазине комплект за кристаллики. Но он никак не хочет появляться. Я даже здесь потратил десяточку танкоинов. Еще один раз сменил. Потому что, блин, блин. Но я думал, ну вот сейчас, вот сейчас вот я сменю. И вот-вот просто подписчиков порадует топовым обзором на комплектик. Но, к сожалению, пацаны, у меня это все дело не получилось. Так, ладно. Погнали у нас в битву. Будем, соответственно, мы с вами играть в контроле точек. Надеюсь, что... Так, мне там сколько точек? У меня там было 14. Нужно захватить 21. В итоге 7 точек мне нужно захватить. И пронарить 21 минку. Но минка это, в принципе, не беда. Если что, мы там можем с вами просто-напросто покеляться. Покеляться и задропать нужное количество мин, которые как раз-таки требуются за одну битву. Самое главное, это мне как раз-таки захватить 7 точек. И самое как раз-таки, ребята, еще главное, чтобы не просчитаться. И действительно это количество точек захотеть. Ну, если что, я потом не роликом, соответственно, по-бырикому его захвачу эти точки. И, соответственно, перееду уже на запись видео. Ух, так, кстати, карта попалась очень отлично. Потому что здесь имеется у нас 5 точек. Эти 5 точек мы с вами можем с легкостью захватить. Так, а я сюда дотянусь. Так, дотягиваюсь вроде бы. Эть, эть, эть. А я сюда, кстати, и протиснуться могу. Приветик. А, так это точка наша уже. Блин. Такое себе. Ой, дружище зайки серенькое. Ты у нас что такое делаешь? Блин, у меня тут, ребята, еще управление не поменяется. Оно в битве теперь не поменяется. Короче. Сейчас я у нас по Шурику зайду в настройки, я тебе сказал. Зайду в настройки, и вот здесь вот такими нехитрыми способами поменяю себе управление. Извиняюсь, ребята. Давайте сейчас поставим на паузу и прогрузимся уже в битве. Так, ребята, прогрузился я уже у нас в новую карту. Меня здесь закинуло. И, в общем-то, давайте начнем заниматься тем, что захватывать эти самые точки. Короче, по аккаунтам. Что вообще у меня здесь и как происходит? В общем-то... Ага. Нифига себе, меня отпетушили по полной программе, я вас понял. А, так у нас в нормальной карте какие-то не закидывают. Меня теперь закидывают только онли к легендам. Опять же, не знаю почему. Это, походу, знаете из-за чего? Из-за того, что я ролик вчера записал. Меня теперь закидывают, ребята, только к легендам. И грудь, боль, печаль, тоска. Я не знаю, вот что такое у ребят случилось, что не начали все поголовно играть на этих странных вулканах. Я вот не... Вот серьезно. У меня жестко, ребята, горит и бомбит. Объясните мне, пожалуйста, дурачку глупому, что вообще у людей там такое в голове происходит, что они пересаживаются все на вулканов. Ну, это серьезно. Это какая-то хрень происходит. Я вроде как бы катаюсь, в битвы захожу и вот легенда у нас, как дурачки, все на вот этих вот сраных вулканах катаются. Меня это очень сильно раздражает, очень сильно бесит, потому что из-за вулканов начинаются какие-то пролаги. Вот серьезно, когда вот играют вулканы и в тебя стреляют, вот эти вот лаги, вот это вот все ермецо, мне это не очень нравится, не очень устраивает. Соответственно, я это как-то хочу поменять, чтобы поменьше как-то, ребята, играло. Но да ладно. Вулкан, наверное, у нас опять жестко тащит, опять его у нас там что-то с ним сделали, что-то с ним там апнули. И, соответственно, он у нас опять стал наебучим корпусом, который нагибает всех и вся. Так, ладно, друище, давай-ка ты у нас отправляйся на респулю, потому что мне нужно минки нарить, плюс еще мне нужно точки захватывать. А точку, естественно, я эту у нас не захвачу. А вот сейчас, кстати, я тоже его и ее не захвачу. А не, захвачу. А нет, не захвачу. Эй, дайте мне уже определиться. Я как бы ролик тут записываю для ребят, пытаюсь быть навеселее, и мне нужно точки захватывать. Так, кстати, что еще хотел заметить, я не знаю почему, но в последнее время в битвах у меня начались какие-то не лаги, а чуваки, они как-то, знаете, у них как будто пинг большой. То ли это сервера танк фонлайн лагают, но какие-то вот небольшие, как раз-таки вот пинговые ситуации. Когда он вроде едет, потом на пару секундок танки вообще останавливаются, никуда не катаются, никуда не едут. И вот это как-то немножко меня раздражает и прям подкаливает. Так, ладно, я у нас сейчас сосредоточен исключительно на краске захвате точек, но я забываю про такую фишку, как минки. А минки это дело тоже нужно, потому что их нужно целых 21 штуку поставить. С точками, я так думаю, я и так справлюсь. Ой-ой-ой-ой, давай, братан. Уезжай, уезжай, демас. Ох ты, Бози мой, вот это я хорошо. Вот это, мне кажется, только Майдер так умеет спрыгивать на какого-нибудь диктатора, и чтоб у него прям была нарочка, чтоб он отъехал, и чтоб прям сразу на респулю отойти. Так. Та-да, братан, та-да. Давай. Нареспик, нареспик. Так, окей, мне еще нужно одну точку пронарить. Но, блин, по поводу устройств. Почему я так вообще расстроен и решил записать данный видеоролик? Вы, наверное, знаете. Кстати, в последнем видеки про без доната я там говорил, что вот, ребята, давайте мы с вами определимся вместе с комплектом, что в итоге мы берем, что в итоге мы прокачиваем. И вроде как-то всеми усилиями меня там некоторые комментарии сподвигли, чтобы я как раз таки шел к своей мечте и на этом аккаунте купил себе рельку. Вот, хоть, вот, хоть на нее нужно будет потратить уйму кристаллов, которых у меня, естественно, на этом аккаунте нет, потому что это без доната. Вот, но я готов был пожертвовать и на 50% скидках купить как раз таки устройство, нужно на рельку, чтобы вот все было просто идеальненько. Но, этому, естественно, не сбыться. Но, я не знаю, я комплекта с рельсой себе буду брать, ребята, по-любому. Это, как говорится, вообще никак даже не обсуждается, потому что, ну, вот эту тему я себе хочу приобрести. Я, соответственно, ее себе куплю. Комплектик мы себе возьмем, все будет четко, все будет найс, вот, то есть, без этого я не уйду по-любому. Комплектик у меня, как бы, появится, комплектик у меня будет, но имеется еще одна такая, довольно-таки, небольшая загвоздка. Это устройство, которое, соответственно, стоит, ребята, очень и очень дорого на это все дело. То есть, устройство, которое у нас продается на рельсу, они стоят по 250 тысяч кристалликов. Это, как вы понимаете, такое себе занятие. Блин, я не знаю. О, я голдик у нас скинул, нормально. А я у нас забыл, ребята, что голды скидываются, оказывается, не на шестерку, а на пятерку. Вот, наоборот, то есть, голды скидываются на шестерку, а мины на пятерку. Я, соответственно, нажал на шестерочку, и мне немножко не повезло. Так, ладно, я сейчас, ребята, немножко почитерю, чтобы, соответственно, мне заданочкой вот эти выполнились. На место мне, грубо говоря, все равно в этой битве. Я у нас не претендую на какое-то энное количество кристалликов. Мне самое главное для контента сейчас просто-напросто взять и пронарить нужное количество минок, чтобы оно у нас уже было, ну, практически эквивалент 21. Хотя, вот сейчас я думаю, что у меня пронарено где-то примерно, ну, штучек 10, maybe. Вот сейчас, получается, будет у меня 11-я, да, штучка минка. Я, кстати, не посмотрел, сколько у меня вообще изначально было, но, походу, мне придется, ребята, скатать еще одну карту вне ролика. Я у нас донарю эти миночки по шурик-побырику вот таким способом с помощью дэлета. Вот, и потом мы с вами уже перейдем к открытию, потому что, ну, блин, ну, хотя бы что-то же нужно сделать у нас в этом ролике. Это что-то у нас будет как раз-таки открытие вот этих ультраконтейнеров, с которых, к слову, ребята, ничего толкового не падает абсолютно. Я не знаю, может быть, я у нас такой неудачник, которому ничего не дропается, может, там действительно контейнеры какие-то у нас люто подкрученные, ну, потому что, ну, серьезно, ну, как так жестко может не вести? И, к слову, ребята, опять же, про контейнеры ультра я хочу вам опять сказать. Я открываю, я так, ну, ребята, не потому что мне как бы на одном аккаунте не повезло и на одном аккаунте я ничего не выбил. Ребята, я открываю эти ультраконтейнеры на пяти аккаунтах, на пяти, пацаны. На пяти аккаунтах я захожу, выполняя вот эту тысячную заданку и, соответственно, выхожу. И, как вы понимаете, на пяти акках у меня было уже открыто очень много ультраконтейнеров, но они не дропаются. Так, ладно. Точки я у нас выполнил. Сколько мне минок осталось выполнить? Мне минок еще осталось 7 штук выполнить. Ну, в принципе, нормально. Сейчас, ребята, я по шурику ее довыполняю и мы с вами продолжим. Так, ребята, довыполнил я еще с минками задание. Забираем второй ультраконтейнер. Ну, и, естественно, смотрим на топовый дроп с этих коньков. Давай. Давай, братан. Ну-ка. О, 3500. И второй приз это у нас будет синяя. Серьезно? Защита от заморозки на викинга? Это... Ребята, я вам отвечаю. Я, конечно, понимаю, что устройство прям, ну, такое себе говняцкое, но это на викинга. Устройство, к слову-то говоря, пацаны, и на викинге, к слову, я играю. Поэтому давай, одеваем. Окей, пусть будет. Я, в общем-то, в ваш пере не против. Короче, ребята, вот такой вот ролик у нас получился. Надеюсь, он вам понравился. Если так, обязательно ставьте ему свой царский лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok